Добрый день! Меня зовут Глэм, и сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Но у меня не так много свободного времени, так что я готов потратить... 14 минут и 20 секунд, не больше. Начинаем через 3, 2, 1. Почему решили не покупать зеленого петуха? Потому что он зеленый! Очевидно же! Извините за нескромный вопрос, но почему все же распались что за уроды на сцене? Если коротко, у нас возникли разногласия. Ну, всему свое время. Эта группа многое нам дала, но мы решили двигаться дальше. Где точилка, Себастьян? Меня зовут Глэм. Как ты укладываешь свои волосы? Довольно стандартная процедура. Сначала разделяю на пряди, затем начесываю, потом фиксирую лаком и... все это занимает не более 40 минут. Скучал по Лидии, когда ушел из дома? Ммм, немного. Есть ли стыдные моменты, связанные с Викторией или детьми? Можете рассказать о них? О, да! Я часто пел колыбельные мальчикам в детстве. Их любимая песня была... И узнают дети, что такое ад. Первые слезинки землю окропят. Первые печали высосут им мозг. Всех избавит сатана от ненужных грез. И однажды Ди в детском садике попросили ее спеть. И он сфальшивил на первой же ноте. Пришлось сменить садик. Твое мнение насчет алкоголя, сигареты и тому подобное. Я и не пью, и не курю. Мне это просто не нужно. Существует множество способов расслабиться и снять напряжение. И при этом не вредить своему здоровью. Виктория дралась с кем-нибудь из-за тебя? Ха-ха-ха, конечно. Буквально вчера. Во сколько лет сделал пирсинг? В 20 лет. Хэви приемный? Ха-ха, нет, конечно. Ты приемный? Э-э-э-э, нет. Ди приемный? Какая-то странная тенденция вопросов. Хэ, мне кажется, вам стоит обратиться к психиатру. Эй, Глэм, сколько у тебя гитар? Какая твоя самая любимая? У меня 8 гитар, моя любимая – Гибсон. Глэм, смог ли ты простить отца? Да. Ты любишь своих детей? И относишься ли ты к кому-то по-особенному? Конечно, я люблю своих детей. И они оба особенные. Мы все особенные. Почему у тебя лицо, как у маньяка? Ха-ха-ха-ха, эээ, что? Знаешь ли ты, что Ди сбегает из дома по ночам? Да. Что ты делаешь в свободное время? Если оно есть, конечно. Предпочитаю тратить свободное время на саморазвитие. Почему ты не рассказывал Вике и детям о своем детстве? Насколько сложно было отпустить эту ситуацию и сдерживать себя от повторения ошибок отца? Что или кто тебе в этом помог? Возможно ли, что в будущем ты все-таки решишься рассказать семье о прошлом? Ха-ха, зачем? Им это неинтересно. Есть ли у вас какие-либо увлечения помимо музыки? Я многим интересуюсь. Астрономия, история, точные науки, литература, изобразительное искусство. В общем, ха-ха. Где твоя первая гитара? Ты еще хранишь ее? Моя первая гитара находится там, где она должна быть. А ты спишь с открытыми глазами или закрытыми? Скорее всего, с закрытыми. Но я не знаю. Я ведь сплю. Как я могу это знать, если я сплю? Что хотел бы изменить в жизни? Ничего. Почему у тебя такой крутой, черт побери, кабинет? Потому что он мой. Че? Ешь? Обычно. Я предпочитаю здоровую пищу. Моя диета расписана на неделю вперед. Ты криповый. О, спасибо. А в чем вопрос? Виделся ли ты со своим отцом после той ночи? Нет. Каково не быть мускулами в семье? Хм, смотря что вы имеете в виду. Если речь идет о распределении обязанностей в нашей семье с позиции физической силы, то все обязанности у нас взаимозаменяемые. Иногда готовлю я, иногда Вики. Крышу также могу починить и я, и Виктория. А если вы имеете в виду, устраивает ли меня тот факт, что моя жена физически сильнее меня, меня это абсолютно не смущает. А если бы смущало, то впору задуматься о проблемах с самооценкой. Ха-ха-ха. Глэм, ты встречал когда-нибудь еще девушек-байкерш до Вики? До Виктории не встречал. Почему ты был такой суровый, когда Хэви зашел к тебе в кабинет и сказал, что его вызывают в школу? Потому что я работал. Хм. Ты не задумывался, почему на тебя странно смотрят люди? Не кажется ли, что ты выглядишь иногда странно? Тебе так важна пунктуация, Глэм? Странно? Это когда не ставишь заглавные буквы в начале предложения. И да, мне важна пунктуация. Научишь играть на гитаре? Конечно. 96 долларов за час занятия. Записывайтесь. Когда тебе рождение у Ди? А, недавно было. Кем ты работаешь? Я работаю в музыкальной индустрии и занимаюсь репетиторством. Глэм, привет. Ответь, пожалуйста, где ты научился рисовать? Просто ты ведь рисовал рисунки с Вики? Я с детства обучался рисованию. И не только рисованию. Что за награда у тебя на полках? А, это так, чистая формальность. Это произвы моих учеников. Они дарят мне их в знак признательности. Ты боялся готовить ужин первый раз с Вики? А, очень боялся, что она пересушит. Какой твой любимый шахматный дебют? Ферзевый гамбит. Слышал о Менескин? Что думаешь о них? Слышал. Хороший лук. Чесноку тоже нравится. Хо-хо-хо. Чья была идея надеть косухи на свадьбу? Есть ли какая-то предыстория? О, да, это была идея Виктории. Мы взяли их на прокат. Но вернуть их, к сожалению, не смогли, потому что... Мы порвали их. Потому что упали с мотоцикла. Потому что кто-то был нетрезвый. И они все были грязные. Глэм, вы любите сажать цветы? Какие цветы вы бы посоветовали? Я не знаю, что посоветовать. Раньше я выращивал растения, чтобы делать из них гербарий. Очень необычное увлечение, но мне нравилось. Как узнал о беременности Вики и как отреагировал? Мы использовали стандартный тест на беременность. Способовое применение... Эм... Стандартный. Как отреагировал? Эм... Я был рад. Тест показал две полоски. На каких музыкальных инструментах умеешь играть? Гитара, бас, скрипка, клавишные. Глэм, секрет твоего спокойствия. В этом и есть мой секрет. Я всегда спокоен. Что больше всего нравится в Виктории? О, она такая... Такая грубая. Обожаю ее суровый нрав. И... Величественный стан. Что или кого бы вернулось в прошлого? Я бы вернул свой старый дневник. Я даже забыл, что в нем писал. Трудно воспитывать детей. Какие с ними отношения сейчас? Прекрасные отношения. Да, детей воспитывать трудно. Они иногда бывают очень... Своенравные. Почему не любишь рыб? Они очень самовлюбленные. И склонны к депрессии. И... А, вы про тех, которые плавают. Они склонны... Умирать. Разлагаться. И смердеть. Если их вовремя не поменять. Глэм, расскажи смешную историю, связанную с тобой и Чесом. О, ха-ха. Да, как-то мы устраивали концерт. И Лорди заболел. Его должен был подменять какой-то новый басист. Так вот, у этого парня перед выступлением была смена на заводе. И ему там случайно почти отрубило руку. Ха-ха. Когда он пришел на выступление, он сказал, нет, я буду играть. Ха-ха-ха. А я ему говорю, у тебя же руки нет, как ты будешь играть? А он говорит, нет, смотри. И он даже попытался сыграть на ней немножко. Ха-ха-ха. И тогда его рука полностью отвалилась. А Чес подскользнулся до его крови. И сломал себе нос. Ха-ха-ха. А, очень нужная история. Картины в доме – это твои работы. Что или кто больше всего вдохновляет тебя и наполняет сердце теплом счастья? Мое сердце наполняется кровью, а не счастьем. Именно так работает сердце. Ах, да, картины. Это мои работы. Что было после того, как ты ушел из дома? О, столько всего. Как ты помогал Чесу в сочинении песни «Растет сосна»? Случилось ли что-то забавное, когда вы этим занимались? Ну, вообще-то я спал, когда Чес придумал эту песню. Но мне тоже снили сосны. Потому что он постоянно кричал «Растет сосна». Ты видишь в Ди себя в прошлом? Нет, не вижу сходства. Ты играешь в игры? Если да, то какие? Да, я люблю игры. Например, Варкрафт. Я играю за Альянс. Глэм, считаете ли вы, что семья – это смысл жизни? Я считаю, что в жизни вообще нет смысла. Что вы будете делать, если вдруг кто-то из ваших детей будет нетрадиционной ориентацией? Как можно вдруг стать нетрадиционной ориентацией? Нетрадиционная ориентация вдруг не появляется. Сколько мест на теле ты проколол? Шесть. Почему ты так строг к Ди? Прямо говоришь, что он может опозорить семью и тебя. Потому что он может опозорить семью и меня. Это не строгость, это прямолинейность. Кто придумал и сделал ключницу? Придумал я, а сделала Виктория. Как долго ты осваивался у Чеса? Недолго. Каков был путь вашей музыкальной группы? Недолгий. Кто в основном пишет песни? В основном их писал Чес. Доброго времени суток. Играли ли вы в других группах в лицах приглашенного музыканта? И доводилось ли вам играть на скрипке в вашей группе в каких-то отдельных студийных записях? Или на такие музыкальные эксперименты остальные участники группы не соглашались? Ну, скажем так. До записи скрипки дело не дошло. Как ты относишься к панк-року? Я такое не слушаю. Не мой жанр. Ты сейчас счастлив? Да. Были ли у тебя отношения до Вики? Ничего серьезного. Милые воспоминания из детства с Лидией. Однажды я поранил руку, и Лидия подошла ко мне с пластырем. Я думал, что она заклеит рану, но вместо этого она налепила мне его под нос, как усы. Я стал изображать отца, и вместе мы смеялись. Как относятся к вам окружающие? Если обзывают, было ли желание отомстить? Как вы мстили? Насколько часто такие случаи были? Было ли желание отомстить за какого-либо члена семьи? Нет. Я не мстительный. Но я воспитываю. Я называю это воспитательный процесс. Что самое трудное в воспитании детей? Самое трудное понять их. Иногда они такие... Я их просто не понимаю. Как вы относитесь к феминизму? Нейтрально. Как ты накажешь Вики за потерю обручального кольца? Зачем наказывать? В этом нет никакого смысла. Почему я не могу нормально вытереть свою жопу гитарой? Странно, у Чеса как-то получилось. Спросите у него. Есть ли у твоих детей хронические заболевания? Какие? Это конфиденциальная информация. Куда бы свозил семью? На Мальдивы или в местный бар? Очень странный выбор. Либо Мальдивы, либо местный бар. А на Мальдивах что, нету местного бара? Я не понимаю. Как ты помогаешь детям с уроками? Ну, у Ди уже не нужна моя помощь. А с Хэви иногда приходится заниматься по несколько часов в день. Много ли изменилось с появлением Ди? О да. А с Хэви? А с Хэви еще больше. У меня пару вопросов, но я отвечу всего на один. Если бы Ди правда хотел научиться игре на гитаре, вы бы его научили? И если ты хочешь научиться играть на гитаре, ты будешь играть на гитаре. Какие ощущения испытываешь, выступая на сцене? Ох, ну я уже давно не выступал на сцене, но ощущения незабываемые. Как часто вызывали в школу? А, пару раз. Какой жанр фильмов больше любишь? И почему именно этот жанр? Я люблю арт-хаус. Очень чувственный жанр. Мне кажется, он более понятный. Скажите криповым голосом какой-нибудь пугающий факт. Пугающий факт? Как тебе такой? Ты умрешь. Глэм, здравствуй. Оцени своего сына. Красивый? О, очень красивый. Почему ты против котенка? Котенок срет. И воняет, когда срет. Иногда просто воняет. Он воняет. Какие средства для ухода за кожей ты используешь? Или это диета и фитнес? Очищающий увлажняющий крема в сочетании с диетой и фитнесом. Глэм, какое имя у твоей мамы? Ответь, пожалуйста. Ее звали Мэри. А ты знаешь, что Виктория потеряла обручальное кольцо? Да. Как ты успокаиваешь Викторию, когда она в бешенстве? Ответ, у меня есть свои методы, не подходит. О, я сейчас вам расскажу. Главное, чтобы карандаш был очень острым. И потом ты... О, кажется наше время вышло. Приятно было ответить на ваши вопросы. До свидания. Продолжение следует...